Перед началом этого видео хочу сообщить, что на моем канале появились услуги пиара. Сейчас действуют достаточно маленькие цены, так что если хочешь заказать мне рекламу, то переходи по ссылкам в описании и узнаешь больше. Спасобы оплаты вебмани и киви. Ну а переходим к моему видео. Привет, друг! Хочу тебе кое-что сказать. В этом видео спрятана загадка, а именно слово. На протяжении всего видеоролика будут появляться различные буквы, и из этих букв ты должен составить одно слово. Если ты себя считаешь крутым майнкрафтером, то ты должен найти все буквы и составить из них слово. Слово напишешь в комментариях. И давай договоримся так. Если ты сможешь составить это слово, то ты ставишь лайк на этот видеоролик, и ты будешь официально считаться самым крутым майнкрафтером в мире. Также давай, дружище, дерзай. И первая буква Г. Ну что же, мы переходим к моему видеоролику. Поехали! И всем привет, дорогие друзья, с вами снова это видео, ребята. И сегодня я вам покажу один из самых крутейших костюмов, из всех, которых я когда-либо видел. Друзья, ну а пока я не начал, давайте вы напишите в комментариях, какой следующий костюм мне испытать. Пишите в комментариях, какого вы героя бы хотели увидеть в моих выпусках, ребята, и я обязательно его покажу. Что же, дорогие друзья, сегодня я вам буду показывать костюм самого Зума. Зум является противником Флэша по сериалам, по комиксам, по фильмам, по книгам и так далее, друзья. И сегодня этот костюм у меня. И пока, ребят, я вам его не показал, я говорю то, что этот костюм теперь мой самый любимый. Он самый крутой, ребята. И я просто, я не понимаю, как у меня получилось такой костюм сделать. Дорогие друзья, вот он. Это, черт возьми, Зум. Просто посмотрите, как он выглядит. Просто что это, ребята, за монстр? Посмотрите, как он выглядит по сравнению с Флэшем. Где вот с Флэшем и с обратным Флэшем. Друзья, это просто жесть. Это просто черная скорость, ребята. Это настолько классный костюм. Кстати, ребята, вы заметили то, что я начал видео в своей лаборатории сразу же? Потому что, ребят, я не хочу терять ни единой секунды. Потому что, ребят, это просто лучший костюм. Это самый классный костюм среди вот этих всех, которые тут находятся, ребят. Он настолько крутой, что я просто не могу, ребят, вам передать с вами. И поэтому сегодня мы его посмотрим. И специально, ребят, для этого костюма я изобрел тахионный ускоритель. Ребят, это штука, которая нам позволяет бежать с огромной скоростью, ребят. И я вам покажу, что это за скорость. И это просто, ребята, какая-то жесть. И давайте, ребята, в честь того, что я сегодня показываю вам такой офигенный костюм, мы наберем 300 лайков. Давайте, ребят, набираем 300 лайков, и выходит новая серия супергеройских видео в Майнкрафте. Друзья, это просто офигенно. Уже вторая серия второго сезона, ребят, супергеройских костюмов. И настолько классный костюм во второй серии. Ребят, за это вы должны поставить, конечно же, свой лайк. Что ж, дорогие друзья, давайте, наконец-таки, мы наденем этот костюм. И просто вы сейчас офигеете. Да, ребят, я надел этот костюм, и от меня прям исходят молнии, ребят. Это просто какая-то жесть. Этот костюм нереально классный. Он просто офигенный. Посмотрите, какой у него дизайн. Просто посмотрите по сравнению с другими костюмами, насколько он круто выглядит, ребят. И это просто какая-то жесть, ребят. Я не знаю, этот костюм настолько крутой, что я не могу это передать с вами, ребят. Этот костюм действительно самый классный. И как раз-таки для него я сделал специальный тахионный ускоритель. Как бы он работает на всех костюмов, ребята. То есть мы вот так вот его надеваем, и опа. Теперь мы можем бегать с огромной скоростью, ребята. И он как бы работает на все костюмы, но сделал я его специально для вот этого, ребят. И просто посмотрите, насколько он классный. Ребят, я не знаю, может вам он не нравится, но мне он действительно очень-очень сильно доставляет удовольствие, ребят. И когда я вижу этот костюм, просто я офигеваю от его крутости, ребят. Что ж, думаю, что вам так тоже кажется. Ребята, не забывайте писать в комментарии, какой следующий костюм мне протестировать. Ведь ваше мнение для меня очень важно. Поэтому, ребят, слушайте, я думаю, что стоит уже отправиться на улицу и немного побегать, ребят, в этом костюме. Я вам просто продемонстрирую всю его мощь. И, ребят, этот костюм просто он... Он... Ну, я не знаю, ребят, с этим костюмом можно делать столько всего. Итак, сейчас у нас как бы день. Давайте я как раз-таки подожду, когда солнце сядет, ну, за горизонт, и мы пойдем побегаем. Хотя, ребят, что мне хочется? Давайте сейчас прям включу суперскорость. Включу замедление времени. И как бы, ребят, мы отправимся. Все, никто не заметит из жителей. Вот так вот, оп, выбегаем. Давай, попади в дверь. Черт, да, ребят, все. И выбегаем, ребят, и нас просто никто не замечает. И уже посмотрите, с какой скоростью мы бежим, ребята. 300 км в час. Прошлые костюмы, ребят, я вам напомню, бегали со скоростью 200 км в час. Этот уже бегает на скорости 300 км в час, ребят. Это просто офигенно. Так, давайте еще так ускоримся. 400 км в час, ребята. Я не знаю, что тут такое. Я еще даже не нажал на ускорение, а уже мы бежим со скоростью 400 км в час. То есть, ребята, это я просто нажимаю на V, ну, чтобы вперед бежать. Ой, тихо, осторожно, ребят Тут у нас каньон такой вот Очень небезопасный, давайте сейчас быстренько Отключу скорость, чтобы не упасть Так, сейчас мы вот так вот сюда вывернемся То есть, ребята, вы уже видели, я без ускорения То есть, без бега в Майнкрафте То есть, вот, смотрите, ребят, я вот просто Нажал на V, вот как сейчас И бежал со скоростью 300 км в час А когда я нажимаю два раза на V, то есть, чтобы Делать спринт, я бегу со скоростью 400 км в час То есть, ребята, это еще не максимальная скорость Сейчас, ребят, я вам покажу всю Крутизну этого костюма, давайте попробуем сначала Побегать без тихионного ускорителя Так как его убрать А, понятно, то есть, у нас, а Все, хорошо Так, давайте его пока что где-то выкинем Оставим и потом с ним побегаем Потому что сначала хочу продемонстрировать Весь этот костюм Без этого ускорителя, так, давайте его ставим Где-то здесь, чтобы не потерять Вот это его ставим, потом заберем Итак, ребята Для начала мы включим суперскорость Смотрите, ребят, в правом верхнем углу Видно синюю и зеленую полосочки Если я нажимаю на определенные клавиши То, видите, как бы цифра уменьшается Полосочка тоже, ребят Если мы ставим один То мы будем бегать со скоростью 50 км в час Да, ребят, 50 км в час Также заметьте, какие у нас крутые синие молнии Но это, ребят, это ничего То есть, как вы поняли В этом костюме мы можем регулировать свою скорость Ребят, этого не было в других костюмах, ребят Мы можем регулировать свою собственную скорость Сколько скорость мы захотим На такую и будем бегать, ребят Так, давайте лучше подберу Тахионный ускоритель Буду его держать так в руках Чтобы не надевать пока что Вот, ребят, следующее, что я могу сделать Это увеличить на 1% нашу скорость И мы уже бегаем со скоростью 77 км в час Ну-ка вот так ускоримся Уже бегаем со скоростью 100 км в час Да, ребят, увеличим на еще одну штучку Уже 3 Бегаем со скоростью 150 км в час Увеличим еще Бегаем со скоростью 200 км в час То есть как обычный флеш И обратный флеш Так, нажимаем еще Бегаем со скоростью 250 км в час Давайте еще Теперь, ребята, 300 км в час Теперь мы нажимаем еще раз И уже 350 км в час То есть, ребята, это еще не максимум Это мы только половину, ребят, заюзали нашей скоростью То есть мы можем бегать еще быстрее Нажимаем опять 400 км в час Перед вашими глазами, ребята Просто я могу в считанные секунды Добраться до деревни И добежать обратно до той точки Вот где я сбрасывал наш Тахионный ускоритель Итак, ребят, это еще не все Ну, вот без тахионного ускорителя, ребят Это наш максимум 400 км в час Это самая большая скорость Зума Я, черт возьми, опять попал в этот топовый каньон Так, давайте мы как-то вот так вот аккуратно Вот так вот Вот так Все, так выбрались Ребят, надеваем тахионный ускоритель И увеличиваем еще нашу скорость Один показатель Сколько у нас? 450 км в час Увеличиваем еще 500 км в час То есть, ребята, с каждым увеличением На один процент нашей скорости Мы прибавляем к себе Плюс 50 км в час И, ребята, давайте мы сейчас включим еще Это уже у нас будет 550 километров в час. И, ребята, включаем самую максимальную скорость. 600 километров в час. Да, ребят, я даже не могу с этим справиться. Ну-ка, давайте включим замедление времени. Ой, это будет очень долго. Так, давайте мы быстренько выплывем. И главное сейчас нашу деревню не потерять. Ребят, сейчас, чтобы я нормально смог бегать и ориентироваться хотя бы в пространстве, я отключу, точнее, ребят, включу замедление времени. И мы побегаем вот так. Так, включаем замедление времени. И, ребята, бежим на скорости 600 километров в час, ребята. 600 километров в час. Ребят, вы представляете, какая это скорость? Вы просто представляете, какая это скорость, ребят? Мы бежим на скорости 600 километров в час. И просто, ребят, посмотрите, насколько далеко от нас наши синие молнии. То есть они даже за нами, может быть, не успевают, ребята. Посмотрите, мы бежим с замедлением времени. То есть, ребят, это, можно сказать, в 2,5 раза быстрее, чем на прошлых костюмах, ребят. Но это я так образно сказал. Но, ребят, все равно, просто посмотрите, что это за бешеная скорость. Вот, ребят, давайте мы сейчас... Ой, ой, мы падаем в шахту, черт. Смотрите, как мы медленно падаем, ребят. Просто посмотрите. Давайте мы сейчас ударим свинюшку. И просто посмотрите, с какой маленькой скоростью она будет отлетать. Просто, ребята, посмотрите. Мы замедляем само время, ребят. Это просто офигенно. Посмотрите. Так, мне нужно как-то отсюда выбираться. Так, опа. Да, так бежим, ребята. И просто посмотрите. Нас аж трясет от такой скорости, ребят. Это просто... Это невероятно, ребят. 600 км в час. Это стахионным искрителем. Давайте, ребят, сделаем немного потише скорость. Так, оп, 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 оп. Так, теперь у нас сколько? 300 км в час. Давайте еще сделаем потише. 350, вот, ребят. И теперь у нас 200 км в час. Вообще маленькая скорость. Так, отключим замедление времени. Вот, ребят. И 200 километров в час, как бы, для нас вообще не проблем, включаем замедленное времени. И, как бы, теперь у нас животные немного побыстрее отлетают. Ух ты, ё-моё. Вот, но всё равно. Ребят, это просто офигенно. Посмотрите, как мы прыгаем, ребят. Это просто, ребят, невероятный костюм. Посмотрите, как мы классно выглядим. Просто, ребята, какая-то жесть. Просто, ребят, офигенный костюм. Так. И давайте, ребят, сделаем самую маленькую скорость. Это 50 километров в час. И будем бегать на скорости 50 километров в час. Посмотрите, ребят, как это медленно. Так. Вот, ребят. Вообще, очень маленькая скорость. 50 километров в час всего лишь. Вот. Ну, что есть, то есть, да. То есть, мы просто, можно сказать, бегаем с зельем скорости сейчас. 50 километров в час. Это вообще очень-очень мало. Так. И ещё увеличим скорость. Вот так вот, хоп. И, ребята, уже 100 километров в час. То есть, ребят, вы понимаете, сколько крутой этот костюм. Мы можем регулировать нашу собственную скорость. Так, давайте отключим наш тахилный ускоритель. Так, ну и что, ребят, могу сказать? Этот костюм действительно очень классный. Посмотрите. Да? Просто посмотрите на наш линию. И, ребят, я не знаю, ребят, за такой костюм я действительно думаю, что вы должны поставить свой лайкосик. Вот. И, ребят, также я вам еще раз напоминаю, ребят, пишите обязательно в комментариях, какой мне следующий костюм протестировать. И, кстати, ребят, хочу обратиться к тем, те, кто пишет, что я протестировал костюм Человека-паука. Ребят, на данный момент я не могу протестировать этот костюм, потому что у меня нет его даже в планах для разработки. Поэтому, ребят, пишите про совершенно другие костюмы. Не пишите про Человека-паука, потому что, ну, Человека-паука сейчас я тупо не смогу сделать. А еще, ребят, пишите в комментариях, вот как мне улучшить, вот здесь, то есть, нашу лабораторию. То есть, как мне лучше построить сейчас. То есть, то есть, заберусь, так лопа-лопа. Вот, ребят, пишите про вот эту вот мою новую лабораторию. Пишите, где лучше сделать вход, где лучше мне сделать саму базу для костюмов. То есть, вот в этой горе и вот в этом месте у меня будет моя новая лаборатория, ребят. И вы просто напишите в комментариях, где мне лучше сделать вход, где там сделать лучше окна, где там сделать, не знаю, базу. То есть, вот здесь, внизу сделать оградительной. Или там наверху сделать. То есть, ребят, пишите, пожалуйста, в комментариях, попытайтесь мне как-то объяснить. Вот, да. Можете написать, типа, пройдёте сюда дорогу сделать, чтобы, типа, я мог заезжать туда, ребят. Вот, то есть, как-то вот можете описать эту, так сказать, скалу, ребят, и написать в комментариях, как мне лучше сделать здесь свою базу, да. Так, так, отключаем вообще сейчас скорость. Давайте отключим. Так вот, опа, всё. То есть, ребят, напишите, пожалуйста. Мне будет очень интересно почитать, как вы думаете насчёт вот этого вот всего. Ну что ж, дорогие друзья, думаю, то, что на этом уже всё. Мы, в принципе, протестировали этот офигенный костюм с тахионным ускорителем, ребят. Это просто было офигенно, ребята. Пишите в комментариях, какое было слово загадано в этом выпуске. Также, ребята, переходите по ссылкам в описании. Заказывайте у меня рекламу на канале, так как вы знаете, что у меня появилась реклама на канале. Ну, и, ребят, пишите в комментариях, как мне лучше построить тут свою базу вот в этой вот всей скале, вот в этой вот. Вот, ребят, и пишите обязательно в комментариях. Да, сегодня я попрошу много достаточно писать в комментариях, достаточно большой объём информации. Написать, ребята Какой следующий костюм мне протестировать Что ж, ребят, на этом все Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Я не прощаюсь, я говорю вам, ребят До новых встреч, друзья